Михаил Ильич, если за человека уже все решено, кармой, судьбой, при этом мы используем тезис «И травинка не шелохнется без воли Бога», почему человек, совершая какие-то поступки, вдруг за них виноват, а потом еще и будет наказан? Честь и бесчестье, добро и зло приходят к человеку в зависимости от его поступков в прошлом. И если с человеком поступили в жизни плохо, ну, например, как в концлагере, и теперь он хочет отомстить, ну, не может, но у него осталось это желание. В следующей жизни он рождается фашистом, нацистом и может кого-то мучить. Это было его желание, Господь его исполнил. Почему же он не должен вести за это последствия? Так если это предопределено? Ну, предопределено его желание. Господь говорит, вы можете желать, но вы тогда за это отвечаете. Но если желания предопределены, он же не виноват, что оно у него возникло. А, нет, желания не предопределены. Мы можем испытывать страдания от других живых существ, но в сердце своем не мечтать им отплатить тем же. А, здесь есть свобода выбора. Наша свобода выбора заключается в том числе и в том, как мы будем относиться к тому, что с нами происходит. И, относясь к чему-то нехорошему нормально? Нейтрально. Нейтрально? Мы можем скорректировать свою судьбу? Да, конечно. А-а-а. Мы разрываем. Значит, не все предопределено? Не все. Предопределено то, что если мы что-то хотим, Господь это исполнит. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок